Дорогие мои, Казахстан, приветствую вас на своём канале. Простите, я не делала для вас уже давно прогнозы, хотя в плейлисте прогнозы для стран есть прогноз на весь год. Но, как правило, никто этого не смотрит. Ой, просят новых. Ну что, мои хорошие, вам нечего расстраиваться, всё-то у вас хорошо. Правда, это не потому, что я тут утрирую что-то или же шучу, да? Нет, 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 у вас всё хорошо. Даже удивительно. Этот период, который прошёл, как говорится, вы уже его более-менее пережили. Ну да, март, апрель был сложным, немножко в мае будет. Ну хотя, с другой стороны, начинаешь где-то какие-то вещи говорить и думаешь, а что, собственно, хорошего, да? Сложности могут быть, могут быть сложности, начиная с июня месяца. Это связано будет опять с правительством. Вполне возможно, что могут начаться какие-то разборки. Ну, то, что было уже, как бы, чтобы вы понимали, да? Будет ли это настолько проблематично и настолько страшно? Вы знаете, даже вот не могу сказать, потому что иногда бывает, что сама Вселенная даёт выбор идти, не идти. Иногда бывает, сам президент что-то решает. Я не помню, какую-то страну с постсоветского пространства я смотрела и сказала, что он должен уйти. Он взял и ушёл спокойно с поста и никаких вопросов. Я не рекомендую и не хочу, чтобы ваш президент куда-то уходил. Очень тяжело досталось то спокойствие, которое есть у вас сейчас. У нас 2019, 2020, 2022 год. А 2022 год вам надо дождаться где-то конца июля. И там более-менее уже дальше пойдёт какая-то такая хорошая полоса. Уже вы будете выглядеть красиво. Ну, страна красиво будет выглядеть. Будут некие благоприятные периоды. Будет присутствовать здравомыслие. Устойчивость в делах, успехи в бизнесе будут. Но это всё будет происходить благодаря старшим людям. Ну, и в рамках я страны говорю. Если у кого-то лично для конкретного человека, то здесь, конечно же, надо смотреть отдельно для каждого прогноз. Я же говорю по Казахстану. Кстати, именно поэтому многие смотрят, у меня всё хреново, простите за мой французский. И некоторые пишут, ой, вы сказали, что там будет всё хорошо-хорошо, а получилось наоборот. Или по-другому. Вы об этом ничего не сказали, а вот видите, вот получилось. Да говорю я. Я говорю только немножко более мягко. Но есть правила Ютуба. Нельзя агрессию проявлять. Нельзя призывать. Нельзя как бы фейки бросать. Ну, а здесь развлекательный такой канал. Поэтому я говорю уже как бы так. Догадываетесь, да? Ну, что делать? Это американская платформа. Мы её должны уважать. Так вот, будет такой неплохой период у вас в 22-м году. Это где-то с числа 10-го июля. Продлится до конца июня. Удивительно, кстати. Удивительно почему? Потому что на многом постсоветском пространстве, и не только на постсоветском пространстве, август, июль и август очень сложные месяцы. У вас более-менее хорошо. Хорошо почему? Потому что всё, что происходит в стране, оно происходит, знаете, как говорится, вот здесь мы живём, а там отхожее место у нас где-то есть. Куда мы все туда ходим, носим свои плоды жизнедеятельности? Ну, есть куда, да? Такой пример может быть несколько неприятный. Но в целом у нас светло, тепло и всё хорошо. И ситуация, которая у вас была в марте месяце, март месяц, особенно где-то начиная, сейчас я вам скажу, где-то с середины марта по, вот буквально с 7 апреля это всё сойдёт. Ну, осталась некая туманность, осталось много недосказанностей, осталось недоверие, осталось некое такое положение, когда никто никому ещё не верит. В целом же, я хочу сказать, что неплохо. А вот август месяц здесь на, уже, как говорится, даже раньше немножко, во главу стола станет недовольство. Недовольство, и люди будут, люди особенно, которые очень чувствительны, я скажу так, метеозависимы, да, или на которых влияет, я не знаю, атмосферное давление и так далее. Они, конечно же, будут что-то там барахтаться и что-то будут требовать. Поэтому здесь, прежде всего, внутри страны будет высказываться недовольство, то есть будут обвинять в неверности, например, партнёра. Что ещё здесь к запутанности ситуации? Может быть, это даже та ситуация, о которой говорил вот, как его, муж, короче, вот этой, ой, ой, Симонян, Симонян. Он там, так сказать, братья казахи, да. Ну, братья казахи не воюют, братья казахи наблюдают. И это же не значит, что надо всем встать с рогатками или ещё с чем-то у границ и, так сказать, воевать, да. Я думаю, что братья казахи по-другому каким-то образом могут оказывать помощь. Но здесь будет очень много заблуждений. И это всё будет с августа по октябрь месяц. Но имейте в виду, что в августе и в декабре месяце, сейчас я посмотрю, пиковые есть, есть пиковые даты, пиковые даты есть. Сейчас, мои хорошие, я гляну август месяц. Да, это зацепит карьеру, это зацепит партнёрские отношения, это зацепит пути, как вам сказать, творчества. Да, это молодёжь зацепит. Ну, с августа месяца до конца года будут какие-то недопонимания. Границы в целом, границы, вы знаете, то открыты, то закрыты. Вот так как-то бывает. Июль месяц будет закрыто, в августе половина будет открыта, половина закрыта. Но периодически... Ещё раз объясню, почему я говорю, то закрыто, то открыто. Кто-то из вас захочет куда-то съездить, но его не выпустят. А 20 других человек придут и их пропустят. То есть у каждого, как говорится, у Вселенной на каждого из нас свои планы. Поэтому здесь однозначно, скажем так, будет складываться вот так ситуация. В коридор между жизнью и смертью опять Казахстан попадёт в августе месяце. Имейте в виду. Здесь нужна будет сила воли. Будет очень много затраченной энергии. И борьба за власть, борьба за финансы и так далее. Но здесь очень хорошо закрывают, как бы прикрывают ангелы-хранители страну. И, в общем-то, я думаю, что всё должно каким-то образом, ну, мягко пройти. Почему? Потому что этот коридор между жизнью и смертью, он уже у вас был ранее. На стыке Нового года и январь месяц. И вот, ну, он тогда был, знаете как, на первом плане. Всё вышло. И никуда не денешься. А здесь он уже, знаешь как, знаете как, у нас денег нет. Но вот здесь вот под скатертью у нас лежат денюжки. Вот, понимаете, да? Или наоборот, вот всё грязное бельё, мы спрятали, его нет. Так вот, вот это всё грязное, оно будет, жизнь будет как продолжалась, так и будет продолжаться. Но где-то кто-то что-то опять будет требовать. Есть недовольство, есть силы, которые по-прежнему, ну, сказать, что баламутят, мутят, я бы не сказала, но это будет продолжаться. Самое главное, что здесь с 3 августа и практически до конца октября, знаете, как говорится, пьяная страна и пьяное население. Ну, в таком переносном смысле, да? То есть непонимание, что происходит. Непонимание, не... Много фейков, много информации. Там недоговаривают, здесь недосказывают, а тут приносят другую информацию. Ну, и самое главное, что в августе месяце, с августа месяца вот этот период, он зацепит, он зацепит карьеру. Имейте в виду, что могут быть некие требования по... Причём достаточно жёстко встанет вопрос власти, достаточно жёстко встанет вопрос борьбы за жизнь, то есть между жизнью и смертью, как я сказала. И встанет вопрос в плане энергии, в плане страны самой. То, что будет что-то меняться, это однозначно. Единственное, что здесь он небольшой. Пиковая дата где-то в 20-х числах августа. Ну, мы, славяне, будем 20-го... А, мы, кстати, славяне 19-го, этот самый спас у нас, православный спас, яблоки зреют, в храм ходят и так далее. Ну, у вас вот такая вот пиковая дата какая-то может быть. Недовольство масс сентября месяц, на что повлияет, ну, непонимание. Понимаете, что такое непонимание? Например, вы пришли куда-то на консультацию, вы поступили в университет, да, и вам дают... Пошли повышать квалификацию, по большому счёту. Хозяйка записывает пирог, как испечь, да, или какой-то суп. Всё нормально, переписала, как надо, понятно, понятно, вышла. Ой, а я забыла, я не знаю, что там первым класть, картошку или мясо и так далее. То есть мозг, разум, он не удерживает информацию. То есть идёт постоянное обнуление, обнуление, обнуление. Но, дорогие мои, после распада СССР уже почти 30 лет пошло. И здесь хочешь, не хочешь, а это 12 и 12, 24, мы на третий 12-летний цикл вступаем. Я уже не чисто по нумерологии вам скажу. Матрицу судьбы, ну, не хочется мне как бы выкладывать это всё в социум. Хорошо матрицу судьбы давать руководителю, то есть президенту, который знает слабые стороны и сильные стороны. Ну, а если просто так дать, ну, я и так уже дала Израиль немножко показала, Литву дала. Ну, вот, кстати, почему бы, но там тоже ведь не один президент. И найти вот некий консенсус, договориться со всеми остальными, от кого зависит деятельность той или иной страны, это очень сложно им, правда? У них там у каждого свой огород и свои куры с петухами. Так что здесь, конечно же, творчество. Знаете, вот такое впечатление, что с августа месяца до конца года будет некое такое, знаете как, а ничего не надо делать. Не потому, что я не хочу, а потому, что никому это не надо. Ну, вот как-то вот так будет сложноватый месяц. Август будет однозначно сложноватый, но границы будут открыты, имейте в виду. С где-то 25 августа по 17 октября, ну, там немножко дольше будет, вот этот период, он немножко затянется. Но попытка свергнуть президента, кстати, я не знаю, вполне возможно, что вот ваш президент, который сейчас есть, там будут какие-то разборки достаточно серьезные, потому что если сейчас судить по январским, декабрьским и январским событиям, то там как-то по устранению президента все оказалось намного проще. Да, он взял и уехал, сбежал, да? Здесь же, скорее всего, что будет, возможно, некое противостояние или же ужесточение каких-то законов. Но то, что здесь будет, это однозначно. Ну, и, конечно же, август – это неадекватная реакция на все то, что происходит. Декабрь месяц 22 года и в 23 год. Сейчас я гляну 23 год. Ну, я не буду уже делать на каждый месяц, потому что на каждый месяц там немножко совершенно другая информация идет и так далее. Вы знаете, будет немножко затягиваться, будет затягиваться. Во-первых, я вижу, во-первых, 23 год он будет как бы пустым, если можно так сказать. И вот эти предпосылки, они уже появятся в августе 22 года. Поэтому, ну, что значит пустым? Это период, когда не понимаешь, что делать. Но, дорогие мои, Казахстан, у вас все налаживается с лета, вы будете неплохо выглядеть. То есть будут хорошие отношения, но это не брак, это однозначно, с странами, которые, можно сказать, обозвать их женским именем. Да, он, она, Россия, Беларусь, она, кто там еще, Китай – это он. Ну, если вот так брать. Ну, а с 17 октября и практически до конца года будет очень много беспокойства. И еще, знаете что, здесь надо опасаться нечестности других людей, потому что Казахстан может попасть в некую ловушку, из которой именно вот благодаря... Я, ну, это все-таки я о стране говорю, можно будет вылезть благодаря именно женщине, то есть стране женского такого принадлежности, как я сказала. Не переживайте, очень много дано, что-то где-то... Ну, будут ситуации и в 23-м году, но это уже не важно. Так, дайте-ка я гляну сейчас конкретно на месяц. Конкретно на месяц. Май месяц. Так, вы знаете, хороший период, но имейте в виду, что в таком вяло-тихом, как вам сказать... Ну, скажем так, сосед на работу ходит, а второй сосед жену гоняет по дому. То есть, а здесь будет так, и на работу ходят, и что-то случается. Начало мая будет не совсем хорошим, хотя многие этого и не заметят. Будет ситуация 10-го, 11-го, то есть с 10-го до 18-го будьте осторожны, потому что какие-то конфликты, какие-то будут действия, которые могут принести финансовые потери. И здесь, знаете как, надо быть ещё очень внимательными к детям. Почему-то вот дети, дети. Надо избегать ссор и агрессии. И самое интересное, что вот этого всего надо избегать по отношению друг к другу. Здесь идёт проработка на духовность. Ну, вот такое основное. В целом всё неплохо. Июнь месяц. Сейчас посмотрим. Что касается июня месяца. Ну, ребят, ну у вас так много энергии. У вас так много энергии. Вот такое впечатление, что у вас на каждую неделю что-то происходит. Каждую неделю. Надо быть очень осторожными. Смотреть с 10-го где-то по 17-е. Очень такая. Это июнь месяц. Такая неделя не совсем благоприятная. Это могут быть и туманности какие-то, делерии. Это может быть, знаете как, неоткровенность, замкнутость. Это какие-то медикаменты, возможно. Опасность передозировки может быть. Но это может быть как в плане медицинском, так и в личном. Интриги, мошенничество. Ну, здесь самое главное, что надо опасаться. Это в рамках страны краш. И стараться не помогать криминальным элементам. Я могу только сказать одно, что куда-то все-таки Казахстан может влезть. Ну, здесь рассеянность. Рассеянность. То, что я уже говорила. И от этого никуда не денешься. Август месяц. И вы помните, что там у нас еще один коридор смерти. Ну, август месяц, да. Здесь у нас все выходит на круги своя. И я боюсь даже предположить, что здесь могут быть беспорядки. Это и скандалы. Это... Ну, в общем-то, если кто-то не знал, что такое темная сторона жизни, то в августе месяце можно будет узнать. Давайте я на этом сейчас Казахстан закончу. По августу, конкретно по августу, может быть, я еще успею сделать материал, скажем так, Россия, Беларусь, Казахстан, Украина и так далее. Поэтому, дорогие мои, я бы... Ну, август тяжелый будет. Август будет тяжелый. Но, тем не менее, все будет хорошо. Не переживайте. Вы попадаете где-то с числа 3-го, с начала августа, в коридор смерти. Пиковая дата где-то, как я сказала, к 19 августа. Но есть очень хороший позитив. Вас так хорошо прикрывают. Понимаете? Вас так хорошо прикрывают. Я думаю, что все будет хорошо. Но будет сложно. Поэтому, дорогие мои, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, видите, ну, нечем улыбаться как бы. Поэтому, простите за мой такой грустно-усталый вид. Потому что я все пропускаю через сердце. А это тяжело. Это тяжело. Болезни могут быть. Могут быть болезни. И причем инфекции. Ой-ой-ой, подождите-ка, мои хорошие. А что-то я вас... По инфекциям вам я ничего не сказала. Так, что касается инфекций. То это был период с марта до середины мая. Но здесь все хорошо. Поверьте, где-то вяло текущий кто-то, где-то там, где-то что-то у нас с вами происходит. А вот уже с августа месяца, это где-то у нас будет с начала августа по октябрь. Здесь это все выходит на передний план. И дайте-ка я гляну. Дайте-ка я гляну. Вы знаете, здесь можно сказать так, что... Так, май месяц. Такая туманность. Вроде есть, вроде нету. Не будем трогать людей, потому что все успокоилось, все устаканилось. Не будем. Нету у нас ничего. В июне будет это все проявиться. И проявится с конца августа по октябрь месяц. По октябрь месяц. Это проявится. Да, по октябрь месяц. Но здесь будет еще очень сильно влиять подсознательные процессы. Все то, что будет происходить, оно будет создавать некую нервозность, выброс энергии, отъем энергии. Но это не то, что кто-то придет и отнимет у вас энергию. А наши энергии питаются. И вот та ситуация, когда говорят, что должно уменьшиться население, мира, земли. И то здесь совершенно по-другому. Здесь не то, что наши жизни кому-то нужны. А здесь нужна энергия. И эту энергию будем отдавать мы сами. То есть покричали, поскандалили, побегали, понервничали. Вот такая вот ситуация. Дорогие мои, Казахстан, я вас обожаю. Будьте, пожалуйста, богаты, здоровы и счастливы. Всем привет.